вот давайте например нарисуем яблоко да понятно оно похоже на шар но мы как бы должны немножко изменить вот мы нарисовали как бы шар набросали ну потом мы хотели бы сделать его более таким как бы похожим на яблоко что ли такими вот разными горбиками да вот пускай тут у нас корешок идет тоже как бы такой коренький черненький пускай будет да ну скажем свет у нас идет тоже справа слева вернее давайте пускай так будет и что давайте это яблочко за штрихом я думаю это упражнение оно вам не будет тяжелым то есть если отсюда свет да здесь не пускай будет свет здесь свет немножко здесь оставим подсвечено да и пускай вот так у нас идёт сюда кин и у нас будет вот так кин как бы идти я использую карандаш 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 4b желтого номера каких-то а и план на столь Здесь как бы такое, что-то вроде ребрышка, да, оставим. Или может быть вот здесь тоже вот так. То есть не должно у нас быть как бы такой правильный шар. Это какие-то там изъяны должны быть, ребрышки, да, может быть какие-то неровности, да, по этому ребручку. То есть важно, чтобы мы положили штрих возле штриха. Вот такие блики оставляем. Делаем тут контраст. Тень рассеивается. Вот. И смотрим, может быть, немножко сильнее. Так, вот здесь неровность какую-то сделаем. Вот. Здесь тоже вот так сделаем. Чтобы не слишком оно было правильным таким, да. Это должны быть изъяны у нас. Вот. Тоже возьмите что-то, как бы, плоскость. Заштрихаете, да. Вот. Тоже так. Штрих возле штриха. Ну и теперь найдите на этом яблоке элементы светотени. Вот здесь тень. Здесь собственная тень. Вот здесь свет. Здесь блики, да. Ну и переходящие тона. Это у нас полутень. Здесь полутень. И если нарисовать фон, вот, то можно, видите, можно сделать такой контраст. Чтобы выделить яблочко нахерно. Так. Здесь можно еще темнее, да. Так. Оно уже будет. Продолжение следует. Разработка стартчатой. Продолжение следует. В таком же духе продолжать, да? Продолжение следует... Продолжение следует...